Выступление главы Всемирной мусульманско-ахмадийской общины, его святейшество Мирзы Масрура Ахмада, да благословит его Аллах своей могучей поддержкой, пятого халифа Мессия Бетаванова, мир ему, в центре подготовки командного состава и идеологии гражданского общества вооруженных сил Германии, город Коблинс, 30 мая 2012 года. Бисмиллахи ррахманы ррахим. Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир и благословение Аллаха да пребывают со всеми вами. Прежде всего, говорит Хазур, я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за то, что пригласили меня в ваш центр и дали мне возможность сказать несколько слов. Как глава мусульманской ахмадийской общины, я хотел бы поговорить с вами об учениях ислама. Но это такая обширная тема, что раскрыть ее за одно мероприятие или за короткое время невозможно. Поэтому мне придется ограничиться одним учением ислама, сосредоточившись на нем в нашем с вами разговоре. Когда я размышлял, к какому учению ислама мне обратиться, председатель нашей национальной общины здесь, в Германии, господин Абдулла Вагесхаузер, обратился ко мне с просьбой, чтобы я осветил такое учение ислама, как любовь к стране своего проживания и преданность ей. Эта просьба и помогла мне сделать свой выбор. Таким образом, я кратко расскажу вам об определенных моментах данного учения ислама. Просто произнести фразу «преданность и любовь к своей стране» очень легко, она у всех на слуху. Но на самом деле, эта краткая фраза охватывает значения широкомасштабные, на и глубокие, и воистину прекрасные, и вправду полностью постичь и понять, что эти слова на деле означают, и чего они требуют, вправду очень нелегко. Как бы там ни было, я попытаюсь, в рамках имеющегося короткого времени, раскрыть исламское представление о преданности и любви к своей стране. Прежде всего, фундаментальный принцип ислама состоит в том, что слова человека и его дела никогда не должны содержать даже малейшей примеси лицемерия или двойных стандартов. истинная преданность требует того, чтобы отношения основывались на искренности и честности. Это значит, что те чувства, которые человек демонстрирует внешне, должны быть теми же самыми чувствами, которые он на самом деле ощущает внутри себя. Когда же речь идет о гражданстве, о гражданской позиции, эти принципы обладают предельной важностью. Поэтому для гражданина любой страны самое главное в его гражданской позиции это относиться к своей стране с чувством подлинной преданности и верности. При этом не имеет значения, является ли он гражданином по рождению или обрел гражданство позднее посредством иммиграции или подобным способом. Преданность – это великое качество. Люди, проявившие его в наивысшей степени и наилучшим способом – это пророки Бога. Их любовь к Богу и связь с Ним были настолько сильны, что в любом вопросе они ориентировались на Его заповеди и стремились воплощать их до конца, несмотря ни на что. Такая принципиальность иллюстрирует их высочайшее чувство ответственности перед Богом и является превосходным критерием преданности Ему. Следовательно, именно их образцы преданности мы и должны использовать в качестве эталона. Однако, прежде чем продолжать дальше, необходимо понять, что же на самом деле подразумевается под преданностью. Согласно исламскому учению, определение и истинный смысл понятия преданность – это твердое соблюдение обязательств и обещаний на каждом уровне и при любых обстоятельствах, несмотря ни на какие трудности. в этом и состоит эталон верности, установленный исламом. В различных местах Священного Корана Аллах наставляет мусульман, что они должны исполнять принесенный обет, исполнять данную присягу, потому что Он спросит с них по всем обязательствам, которые они на себя взяли. мусульманам дано назидание притворять в жизни все соглашения, включая завет с Богом Всевышним, а также все другие заверения и клятвы, данные ими по приоритету важности. В этой связи в умах людей может возникнуть следующий вопрос. Так как мусульмане утверждают, что для них Бог и Его религия обладают первостепенной важностью, то из этого следует, что их завет преданности Богу будет для них приоритетным и что они будут ценить свой обет перед Богом превыше всего и стараться исполнять его прежде всего остального. Поэтому может сформироваться представление, что преданность мусульманина своей стране и его обязательства соблюдать законодательство страны имеют для него лишь вторичное значение. Иными словами, в определенных случаях он якобы может нарушить клятву верности своей стране. Чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, я хотел бы сообщить вам, что сам святой пророк Мухаммад, мирно пребывает с ним, учил, что любовь к своей стране это часть веры. Мухаммад, саллалайя шаллам, мусульманина, мусульманина. Таким образом, искренний патриотизм это одно из обязательств в исламе. Для того, чтобы человек искренне любил Бога, любил ислам, требуется, чтобы человек также любил свою страну. Совершенно очевидно, что между любовью человека к Богу и его любовью к своей стране нет никакого противоречия, и потому не должно возникать никакой конфликтной ситуации. Поскольку любовь к своей стране провозглашена неотъемлемой частью ислама, абсолютно ясно, что мусульманин должен стремиться достигать самых высоких образцов преданности стране своего выбора, потому что в этом и заключается средство достижения Бога и приближения к Нему. Следовательно, любовь, которую истинный мусульманин испытывает к Богу, никогда и никак не может препятствовать или мешать Ему проявлять подлинную любовь и верность своей стране. К сожалению, мы являемся свидетелями тому, что в некоторых странах ограничивают права человека на свободу вероисповедания и порой даже полностью лишают этих прав. Поэтому может возникнуть еще один вопрос, могут ли люди, преследуемые своим государством, все еще сохранять любовь и преданность своему народу, своей стране? С большой печалью мне приходится констатировать, что именно такие обстоятельства имеют место в Пакистане, где правительство фактически узаконило преследование нашей общины. Тамошнее анти-ахмадийское законодательство полностью применяется на практике. Таким образом, все мусульмане Ахмади в Пакистане официально объявлены немусульманами по закону. Как следствие, им даже запрещают называть себя мусульманами. Мусульманам Ахмади в Пакистане также запрещают поклоняться по-мусульмански и поступать в соответствии с какими-либо исламскими традициями или обычаями, чтобы никто не воспринимал их как мусульман. Таким образом, само государство Пакистан лишило членов нашей общины естественного права человека на вероисповедание. Принимая во внимание такое положение дел, спонтанно возникает вопрос, как при таких обстоятельствах мусульмане Ахмади могут подчиняться закону страны? Как могут они продолжать проявлять преданность стране? Здесь я должен пояснить, что когда имеют место такие крайние обстоятельства, тогда закон и преданность стране становятся двумя отдельными вопросами. Мы, мусульмане Ахмади, считаем, что религия – это личное дело каждого человека, определяемое им для себя самого, и что в вопросах веры не должно быть никакого принуждения. Таким образом, когда закон препятствует использованию этого права, несомненно, это является великой жестокостью и преследованием. Такое узаконенное государством преследование, которое происходило долгие века и в прошлом, уже давно осуждено всеми здоровомыслящими людьми мира, всем мировым сообществом. Если мы оглянемся на историю Европы, то найдем, что жители этого континента также становились жертвами религиозного преследования, в результате которого многим тысячам людей приходилось эмигрировать из одной страны в другую. Все беспристрастные историки, правительства и люди признали такую политику актом преследования и крайней жестокостью. При таких обстоятельствах ислам предписывает, что когда преследование выходит за все рамки и становится невыносимым, тогда, в таком случае, человеку придется покинуть такой город, такую страну и переехать туда, где он может свободно исповедовать свою религию в мирных и спокойных условиях. При этом, наряду с данным наставлением, ислам также учит и тому, что никто, ни при каких обстоятельствах, не должен совершать самосуд, а также не должен участвовать ни в каких интригах или заговорах против своей страны. Это абсолютно ясный и недвусмысленный приказ, отданный исламом. Несмотря на то, что они сталкиваются с таким безжалостным преследованием, миллионы мусульманных младий продолжают жить в Пакистане. Несмотря на то, что они подвергаются такой длительной дискриминации и жестокости во всех аспектах своей жизни, они продолжают сохранять свое отношение абсолютной верности и истинной преданности в стране. В какой бы области они ни трудились и где бы ни проживали, они беспрестанно служат во имя развития и преуспевания своего народа. В течение ряда десятилетий противники Ахмадиата выдвигали ложное обвинение, что мусульмане Ахмади Пакистана якобы не верны своей стране, но ни разу не смогли доказать это обвинение и не смогли привести в его поддержку хотя бы один факт. Напротив, правда состоит в том, что всякий раз, когда состояла необходимость принести какую бы то ни было жертву ради страны, мусульмане Ахмади Пакистана всегда стояли на переднем крае и находились в постоянной готовности принести любую жертву ради своей страны. Несмотря на то, что они сами являются жертвой закона и его мишенью, именно мусульмане Ахмади подчиняются закону страны и действуют в рамках законодательства лучше, чем кто-либо еще. Они поступают так потому, что являются подподлинными мусульманами, которые исповедуют истинный ислам. Другое учение о преданности, данное в Священном Куране, гласит, что людям следует подальше держаться от всяких неприличных и нежелательных поступков и любого вида смут. Красивый и отличительный признак ислама состоит в том, что он не привлекает наше внимание к какой-либо проблеме лишь на последней стадии ее развязки, когда последствия уж слишком опасны. Нет, он предупреждает нас заранее при каждом усугублении проблемы. Каждое такое ухудшение служит нам сигналом. Такие этапы развития проблемы подобны к камням перехода на трудных участках. Они ясно указывают нам, что этот путь ведет человечество к опасности. Таким образом, если следовать наставлению ислама должным образом, то любая проблема может быть решена на самой ранней стадии, то есть задолго до момента, когда ситуация может выйти из-под контроля. К примеру, проблемой, которая может серьезно навредить стране, является жадность людей к деньгам. Зачастую люди впадают в материалистические соблазны, которые по спирали выходят из-под контроля, и такие желания в результате выводят людей за рамки их благонадежности. Таким образом, подобное поведение в конечном счете может привести к предательству собственной страны. Позвольте здесь сделать небольшое пояснение. На арабском языке слово «бавия» используется для описания непорядочных людей или поступков людей, наносящих ущерб своим странам. Это понятие относится к тем, кто занимается нечистоплотными делами, причиняет вред другим. Оно также охватывает тех людей, которые совершают мошенничество и пытаются обретать блага незаконным, несправедливым путем. Этот термин распространяется и на тех людей, которые приступают к всей границе и тем самым наносят урон всему обществу. Ислам учит, что от людей, поступающих таким образом, не следует ожидать поступков в духе преданности, потому что преданность переплетена с высокими нравственными ценностями. Преданность не может существовать без возвышенных моральных установок и, наоборот, истинные этические принципы не могут существовать без преданности. Хотя верно и то, что у разных людей могут быть различные представления о высоких моральных образцах, все же религия Ислам вращается исключительно вокруг угождения Бога. То есть мусульманам предписано всегда действовать так, как нравится ему. Говорят коротко, согласно исламскому учению, Всевышний Бог запретил всякое предательство, мятеж против собственной страны и ее правительства. Это потому, что восстание и прочая деятельность против государства несут угрозу миру и безопасности страны и ее населения. В самом деле, если где-то происходит мятеж или подобные внутренние беспорядки, то такой хаос, как Бигфордов шнур, поджигает в фитиле уже внешнего вмешательства и поощряет чужеземцев и использует такую междоусобицу в собственных интересах. Иными словами, последствия предательства вашей страны могут зайти далеко и привести к критическим результатам. Таким образом, все, что может нанести ущерб стране, охватывается термином «багия», который я описал. Помня обо всем этом, преданность своей стране требует, чтобы человек сохранял выдержку, высокую нравственность и соблюдал законодательство страны. Можно в целом констатировать, что форма управления в большинстве правительств мира в современный период является демократической. Поэтому, если человек или группа людей желают сменить правительство, то им следует добиваться этого в соответствии с установленной законом демократической процедуры. Они должны сделать свой голос услышанным посредством бюллетеней для голосования в избирательный ящик. Голоса не должны отдаваться на основе личного предпочтения и корыстных интересов. На самом деле, ислам учит тому, что каждый должен использовать свое право голоса с чувством преданности и любви к своему народу. Гражданин должен отдавать свой голос с намерением улучшить положение в стране. Поэтому нельзя поддаваться эгоистичным страстям, нельзя следовать корыстным приоритетам, голосуя за того кандидата или ту партию, которая обещает принести выгоды личные. Напротив, человек должен принимать свое решение на основе взвешенного подхода, голосуя за кандидата или партию, которая содействует развитию всей страны. Ключи правления – это огромное доверие, и поэтому они должны вручаться только той партии, которой избиратель искренне верит, считая ее наиболее эффективной и достойной. Вот таков истинный ислам, и такова истинная преданность. Действительно, в 59 стихе 4 главы Священного Курана Аллах приказал нам наделять полномочиями только того, кто заслуживает доверия, а также приказал выносить справедливое, честное решение в спорах между людьми. Таким образом, преданность своей стране требует, чтобы бразды правления вручали тем, кто на самом деле уже оправдал доверие, так, чтобы страна могла развиваться, находясь в авангарде среди всех остальных стран мира. мы с вами являемся свидетелем тому, как во многих частях мира члены общества участвуют в забастопках и протестах против правительственной политики. Более того, в определенных странах третьего мира протестующие разрушают или повреждают имущества, находящиеся как в государственной, так и в частной собственности. хотя они могут утверждать, что поступают так из чувства любви к своей стране, правда состоит в том, что такие действия не имеют никакого отношения к преданности или любви к своей стране. Нужно помнить, что даже там, где протесты или забастовки проводятся мирно, без нанесения ущерба и насилия, они все же могут принести немалый урон. Дело в том, что даже мирные протесты часто приводят к миллионным убыткам для экономики страны. То есть такое поведение ни в коем случае нельзя считать примером преданности своей стране. Золотой принцип, предписанный основателем мусульманской махмандийской общины состоит в том, что при любых обстоятельствах мы должны всегда оставаться послушными Аллаху, пророком и правителем своей страны. Именно такое учение дано в Священном Коране. Следовательно, даже там, где страна разрешает проводить забастовки или протесты, их следует проводить только в таком масштабе, при котором они не приносят вред или убытки стране и ее экономике. Другой часто возникающий вопрос, могут ли мусульмане поступать на военную службу вооруженной силы западных стран и если их принимают на службу, могут ли они тогда принимать участие в боевых нападениях на мусульманские страны? Одним из основных принципов Ислама является то, что никто не должен сотрудничать в жестокости. этот важнейший приказ должен всегда оставаться в центре внимания любого мусульманина. Если мусульманская страна подвергается нападению из-за того, что она сама поступила жестоко и несправедливо, и первой совершила агрессию, тогда в таких обстоятельствах Коран вменяет мусульманским правительствам в обязанность остановить угнетателя. Это означает, что они должны остановить жестокость и постараться установить мир. Таким образом, при этих обстоятельствах допустимо принимать меры ради пресечения жестокости. Однако если страна нарушителей исправляется и принимает мир, то нельзя злоупотреблять поводом и на основании ложных предлогов и оправданий порабощать и эксплуатировать эту страну и ее народ в корыстных целях. Вместо этого им нужно еще раз предоставить полноценную государственную независимость и свободу. Цель военных действий должна тогда состоять в том, чтобы установить мир, а не преследовать какие-либо собственные интересы. Таким же образом, ислам дает всем странам, и мусульманским, и немусульманским, право остановить жестокость и притеснение. Итак, в случае такой необходимости немусульманские страны могут напасть на мусульманские страны ради достижения этих оправданных целей. Мусульманам в тех немусульманских странах разрешено идти в армию тех немусульманских стран, чтобы не позволять другой стране творить жестокость. Если такие обстоятельства действительно имеют место, тогда солдаты мусульмане, в какой бы западной армии они ни служили, должны исполнять приказы и воевать, если потребуется, чтобы установить мир. однако, если вооруженные силы принимают несправедливые решения напасть на другую страну и таким образом становятся угнетателем, то у мусульманина остается выбор демобилизоваться из армии, потому что иначе он станет пособником жестокости. Принятие такого решения не означает, что он не лоялен своей стране. На самом деле, при таких обстоятельствах преданность своей стране требует, чтобы он поступил именно так, а также порекомендовал свою правительству, что им не стоит позволять себе падать так же низко, как те несправедливые правительства и страны, которые действуют жестоко. Если, однако, призыв в армию обязателен и нет возможности демобилизоваться из нее, а его совесть не спокойна, то мусульманин должен покинуть страну, не высказываясь против ее закона. Он должен уехать, потому что мусульманину нельзя одновременно и находиться в стране в качестве гражданина и участвовать в деятельности против нее, например, поддерживать в несистемную оппозицию. Вот таковы лишь некоторые подробности исламского учения, которое ведет всех истинных мусульман верным путем подлинной преданности и любви к стране. В предоставленные мне временные рамки я мог лишь кратко коснуться данной темы. В заключении, я хотел бы подчеркнуть, все мы сегодня наблюдаем, как весь мир превратился в одну глобальную деревню. все человечество очень тесно переплелось едиными узами. В каждом государстве можно встретить людей самых разных национальностей, вероисповеданий и культур. Поэтому уже сам этот факт требует от лидеров каждой страны считаться с чувствами и мнениями всех людей и уважать их. Лидеры и их правительства должны стремиться разрабатывать такие законы, которые взращивают дух правдивости и среду справедливости, а не такие законы, которые создают людям трудности, обрекают их на разочарование или крушение их надежд. Необходимо искоренять несправедливость и жестокость. Взамен их мы должны устанавливать подлинную справедливость и праведность. Лучший способ добиться этого таков – весь мир должен прийти к признанию своего Создателя. Каждый завет преданности должен органично вплетаться в общую мозаику – в верность Богу. Если это произойдет, то мы своими собственными глазами сможем лицезреть, как люди всех стран устанавливают самые высокие образцы преданности, откроются новые пути, ведущие нас к миру и безопасности на всей планете. Прежде чем закончить, я хотел бы воспользоваться возможностью и еще раз поблагодарить всех вас за то, что пригласили меня сегодня и за то, что выслушали то, что я сказал. Да благословит вас всех Господь и да благословит Бог Германию. Большое спасибо. Аплодисменты. Продолжение следует...